Пока погода не балует стабильным плюсом, а только радует обильными дождями. Но уже через две недели придет лето, а вместе с ним и официальный купальный сезон. Однако к выбору места отдыха нужно подходить ответственно. У городских служб сейчас вовсю идет подготовка. Установлено оборудование, покрашены лавочки, убран мусор, проверена вода. Остаются последние штрихи. За истекший период 2021 года отобраны пробы воды из всех зон рекреации. Все отобранные пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов. За качеством воды эпидемиологи будут следить каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. На данном пляже и на всех городских пляжах определены точки, где будет проводиться отбор проб воды. То есть данные пробы воды мы будем брать у основания пляжа. Также при благоприятных погодных условиях и при помощи спасателей отбор проб проводится на глубине метр и на расстоянии пяти метров от прибрежной части озера. Этим летом горожанам будут доступны традиционные места для отдыха. В зеленом списке, побережье в центре и в шестом микрорайоне. Можно позагорать у спортивно-здоровительного комплекса «Шинник» и в районе здравницы имени Ленина. В месте отдыха на территории Форштата плавать запрещено. На территории СОК «Шинник» уже покрашены беседки и лавочки. Специалисты устанавливают душевые и туалеты, мусорные контейнеры и питьевые фонтанчики. Об автомобилистах тоже не забыли. Здесь предусмотрена парковка. В скором времени частники смогут расположить на пляжах палатки с едой, мороженым и прохладительными напитками. Но только после получения разрешения. Отдыхающим также предложат зонтики и шезлонги. В прошлом году за час просили 41 копейку. Еженедельно, с начала открытия купального сезона, сотрудниками Центра гигиены, в том числе и в выходные дни, будут проводиться мониторинги содержания пляжей, мониторинги наличия на каждом из пляжей согласованных, объектов торговли и общественного питания, а также объектов, которые будут реализовывать непродовольственную группу товаров, на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность. Сотрудники освода взялись за привычную работу. К счастью, спасать на месте никого не нужно. Но необходимо сделать все, чтобы предотвратить беду. То, что за год могло попасть на дно и навредить человеку, поднимается на берег. Здесь не только камни, палки и стекло. Можно найти огромные бревна и даже музыкальные пластинки. Каждый год заключаются договоры на чистку пляжей. Приезжают водолазы и производят очистку пляжей. Выдаются паспорта пляжей и акты выполненных работ. И после этого разрешено купание в тех местах, где произведено обследование. Напомним, штраф за купание в запрещенных местах до 87 рублей. Нетрезвым отдыхающим грозит 8 базовых. Это 232 рубля. Маленькие дети всегда должны быть под присмотром родителей. Входить в воду без сопровождения взрослых им запрещено. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.